Продолжение следует... Мы посмотрим на то, какие этапы существуют в организации проектной работы, посмотрим на то, какие бывают типичные проблемы и как с ними можно бороться. И, естественно, поскольку мы будем говорить на конкретных примерах, я надеюсь, что после вебинара у вас сложится чуть более всестороннее ощущение того, чем же проекты могут быть полезны, как с ними можно работать в условиях новых стандартов обучения и как они, кстати, могут помочь в тех условиях, когда классы у нас большие, детей много, дети разного уровня и так далее. Несколько организационных моментов. Напишите мне, пожалуйста, вы меня хорошо видите и слышите? Да, отлично. Я видел в чате, что несколько человек у нас впервые в вебинаре участвуют. Кто у нас впервые участвует? Скажите, пожалуйста. Вот, сразу несколько человек. Ну что ж, уважаемые коллеги, для тех, кто участвует впервые, сразу несколько организационных моментов. В конце вебинара я дам вам ссылку, по которой вы сможете скачать сертификат участника. Если у вас будет в процессе вебинара подвисать звук, такое иногда бывает, это зависит от того, насколько у вас качественный интернет-канал. Вы можете сделать следующее. Вы можете попробовать зайти повторно по той же ссылке через другой браузер, например, через Google Chrome или через Internet Explorer. Либо вы можете заморозить видео. Для того, чтобы заморозить видео, нужно навести курсор на изображение лектора. Под ним появляется изображение видеокамеры. Наводите на нее, появляется надпись «Заморозить видео». Кликайте. Видео тогда останавливается, но презентацию вы по-прежнему будете видеть и слышать вы будете гораздо лучше. Поэтому у меня к вам большая просьба. Если кто-то будет заходить на вебинар позже, ведь рабочий день идет, всякое бывает, и будет говорить, что проблема со звуком, такое тоже иногда бывает, вы советуете, пожалуйста, либо зайти через другой браузер, либо заморозить видео. Ориентировочно длительность вебинара нашего два академических часа, возможно, мы уложимся чуть побыстрее. Посмотрим, как получится. В конце вебинара я обязательно постараюсь ответить на ваши вопросы. Если у вас будут возникать вопросы в процессе вебинара, вы их можете задавать в чате. Я буду их пытаться увидеть, прочитать и буду отвечать по ходу тогда. Если вдруг какие-то вопросы останутся без ответа, может быть, я их просто не замечу, или у нас время будет заканчиваться, вы их всегда можете задать на сайте englishteachers.ru, и там я постараюсь ответить дистанционно. Ну что ж, уважаемые коллеги, приятно видеть, что качество звука отличное. Уже обсуждают какие-то сайты, пиратские или не пиратские. Ну что ж, это в нашу тему сегодняшнюю не входит, хотя в конце я вам дам несколько полезных ссылок. Итак, давайте поговорим с вами о проектной деятельности. Прежде чем начать говорить о ней, я хотел бы вам привести одну цитату. Я зачитаю ее, хотя вы ее видите на экране. Звучит она следующим образом. Кстати, угадайте, в каких годах примерно была написана эта фраза? Пока вы отгадываете, прокомментирую, пишет Светлана Воловикова. Зарегистрировалась, но смогла войти только как гость. Почему? Уважаемая Светлана, все входят как гости, просто вам прислали ссылку, ссылка только у зарегистрированных участников есть. Ну что ж, кто-то пишет 80-е годы, кто-то пишет 70-е, прошлый век пишет Зоя Воронова, прошлый 20-е имеется в виду, советское время, может быть в конце прошлого века, 90-х. Ну что ж, на самом деле это написал американский философ Джон Дьюэ в 1904 году. Почему эта цитата важна? Дело в том, что одним из основоположников, из основателей проектных работ в том виде, в каком мы их знаем сейчас, как раз является американский философ Джон Дьюэ. Почему появились проектные работы? Я не буду долго углубляться в историю вопроса. На самом деле проектные работы еще в 16 веке использовались, только не в обучении, а в традиционной подготовке ремесленной. Если вам интересно, вы сможете об этом подробнее прочитать в статье Евгения Семеновна Полот. Я в конце презентации даю ссылку на эту статью. Но в конце 19 века, в начале 20 века стало зарождаться понимание того, что школа, к сожалению, зачастую дает ученикам знания, которые не очень применимы к жизни. Знания хорошие, теоретические, классическая литература, грамматико-переводной метод и так далее, но в жизни они используются не так много. Поэтому в 19 веке зародилось такое философское сначала течение, а потом и практическое, которое называлось прагматизм. То есть ключевой идеей этого течения была следующая. Самое важное – это действие и практическое применение знаний, а не просто красивая теория. Я думаю, что мы с этим вполне с вами можем согласиться и сейчас, правда же? Одним из основоположников проектных работ является американский философ Джон Дьюи, который считал, что в обучении важно не столько запоминать лексику, например, но уметь действовать с помощью полученной информации, применяя ее в типичных жизненных ситуациях. Если мы с вами вспомним компетентностный подход к обучению, который сейчас у нас главенствует, и системно-деятельностный подход, то он как раз корнями в прагматизм и уходит. Ученик Джона Дьюи, Вильям Килл Патрик, говорил о том, что обучение прежде всего происходит через опыт в жизненных ситуациях, что поведение учеников в этих ситуациях – это тоже учебный материал для тех же самых учеников, и непосредственная практика прежде всего учит. И Килл Патрик как раз и написал в начале XX века книгу, в которой впервые сформулировал положение проектной методики. Хотя в России уже тоже об этом в то же время примерно говорили. Немецкий философ и педагог Гуго Гаудик, в русской транскрипции, транслитерации, точнее, вот традиционно называют Гуго, говорил, разработал систему свободного получения знаний. То есть он считал, что дети должны получать знания через учебный труд, его планирование – самообразование, а школа должна ориентироваться на интерес свободной личности. И вот это как раз становится основой того, что мы сейчас называем «подход, ориентированный на ученика» – «Learner-centered approach». И еще один немецкий философ и педагог Георг Кершенштейнер говорил о том, что научного материала должно быть не так уж много, но даже при его минимуме необходимо развивать максимум умений с упором, опять же, на самостоятельную исследовательскую деятельность учащихся. И вы знаете, если мы посмотрим вот на эти теории и на эти положения, то они очень-очень хорошо сейчас звучат во ВГОСе. Правда же? Сейчас, в наши дни, появилось целый ряд терминов, которые существуют параллельно. Например, говорят о проектной деятельности, говорят о методе проектов, то есть уже не просто деятельность, а целый метод, как система особых методических приемов. В англоязычной методике говорят просто, а Project Teaching используются такие выражения, как Project Method, Project Approach, Project Based Approach, Project Centered Approach и Project Based Learning. Но Project Based Learning – это немножечко не то же самое, что Project Method, потому что Project Method – это скорее использование проектов в обучении, а Project Based Learning – это все обучение превращается в серию проектов, и в основном проектная деятельность идет. Классификаций тоже существует множество, как только не пытаются определить, что такое проектная работа, вплоть до того, что, например, в одной из своих книг один из виднейших сейчас современных методистов, Том Хатчинсон, пишет, для того, чтобы понять, что такое проектная работа и проектный метод, достаточно посмотреть на проекты. Хотя, я думаю, мы с вами согласимся, не такое уж это и удачное, наверное, определение, потому что посмотреть не всегда означает понять, правда? То есть, не общепринятого определения нет, и нет, в общем-то, общепринятой единой четкой классификации. На самом деле, проектов такое великое множество, что, к сожалению, наверное, и невозможно их все классифицировать. Поэтому я вам предложу сегодня поговорить об особенностях проектных работ, что они вообще из себя представляют, и посмотреть на несколько типологий с конкретными примерами, и посмотреть, как по-разному можно подходить к организации проектов. Хотя алгоритмы и этапы лежат, в принципе, в основе одни и те же. В 80-х годах очень популярными стали проектные методы в зарубежной методике, и они основываются на очень хорошей идее, которую очень четко выразил Том Хатчинсон. Том Хатчинсон написал в 88-м году «Languages are learned most effectively when we use them to solve problems. Problems make us think and we learn by thinking». Ну, на самом деле, да, через практику мы и учимся, правда же? Давайте посмотрим на то, какие особенности существуют у проектов. То есть, что же из себя проект представляет? Попытаемся для себя решить, что проектом является, а что может быть красивый, хороший прием, но проектом не станет. Правда? Ну, во-первых, проект — это особый вид задания, который характеризуется следующим. Учащиеся сами выбирают тему для своей работы. Это если проект исследовательский, это если проект творческий. Даже в ролевой игре учащиеся сами выбирают для себя роли, а игра тоже вполне может быть проектом, если у нас проходят определенные этапы подготовки к ней. И учащиеся сами, что очень важно, выбирают направление решения проблемы. Учитель мне говорит, смотрите, вот как в математике, вот такой тип задач решается вот так. А дети сами выбирают. Учитель может идеи подбрасывать. О роли учителя в проектной деятельности мы с вами тоже поговорим чуть позже сегодня. В проектах происходит интеграция видов речевой деятельности для выполнения практического задания. То есть, если работа направлена только на один из видов речевой деятельности, то, скорее всего, это все-таки тренировочное упражнение, а не проект. Для того, чтобы выполнить проект, необходимо и почитать, и поговорить, и написать, и нарисовать тоже, подписать по-английски и так далее, если мы говорим о маленьких детях. Правда же? То есть, тут целый алгоритм действия и интеграция различных видов речевой деятельности. Очень важная черта проектов заключается в том, что у них существует непосредственная связь с жизненным опытом и интересами учащихся. Во-первых, учащиеся выбрали тему, которая им близка. А во-вторых, они выполняют проекты, опираясь на свои умения и на собственный опыт. И причем, добавим сразу, проекты позволяют целый ряд мета-предметных результатов по стандарту достигать. Мы сейчас поговорим о том, каких. У проекта обязательно должен быть материальный оформленный результат. Результаты могут быть самые разные. И плакат нарисовать, и книжку написать, и рассказ, и пресс-конференцию провести и так далее. И подготовить, например, презентацию чего-то. Это все результаты. Но они всегда оформлены, они всегда материальны. Их можно показать. Это может быть видеозапись, аудиозапись и так далее. И проекты, в отличие от того, что говорят сторонники Project Based Learning, используются скорее в дополнении к систематическому обучению, по крайней мере, в современных школах. То есть только на проектах вряд ли имеет смысл, и вряд ли возможно в наших условиях с вами четкой программы, четких стандартов. Вряд ли возможно построить все обучение. Но вот как дополнение их вполне можно использовать. Кстати, проекты можно использовать и во внеурочной деятельности. Я немножечко успею сказать сегодня в самом конце вебинара о том, как можно использовать проекты во внеурочной деятельности. И предложу вам целый ряд тем для проектов, для конкретных учебников, для того, чтобы вы могли, например, организовать внеурочную работу в начальных классах. Продолжаем говорить об особенностях проектов. Какие существуют еще особенности? Прежде всего, это проекты характеризуются разнообразием. Разнообразные темы. Проект можно практически по любой теме организовать, провести. Разнообразные задания. Разные виды деятельности и способы взаимодействия. Это могут быть индивидуальные и парные, и групповые проекты, например. В проектах, как правило, используется аутентичный языковой материал. То есть мы смотрим на примеры аутентичных высказываний, аутентичных плакатов, брошюр и так далее. И используем их как образец. Аутентичность задания. Что имеется в виду под аутентичностью задания? Это естественная жизненная ситуация, в которой дети выполняют естественные действия. Это аутентичное событие. То, в чем детям приходится участвовать или придется чуть позже. И плюс опыт учащихся. Используется точно так же. То есть, чем проекты хороши, они на самом деле детей ко взрослой самостоятельной жизни готовят. Материал учебный в проектах всегда взаимосвязан и с опытом учащихся, и с их потребностями. Если ученику проект не интересен, это значит, что, скорее всего, просто отсутствует связь с их опытом, и дети не понимают, зачем им это делать. Дети всегда вовлечены лично, потому что они опираются на интересы, и, как правило, дети проекты любят. Скажите, уважаемые коллеги, вы с учениками проектные работы делаете? Конечно, делаете. А нравится детям? Да, как правило. Дети любят, причем, знаете почему? Кстати, и Хатчинсон об этом писал очень интересно. Дети любят разнообразие. И когда мы им говорим, что дети, мы с вами будем делать вот такой проект, они вдруг понимают, как они могут использовать язык для того, чтобы себя выразить, свои интересы. И каждый может по своим силам что-то сделать, да? А вот пишет Наталья Огородникова, родители не всегда поддерживают создание проектов своими детьми, не понимают, зачем им это нужно. Сейчас я расскажу, как это можно объяснить. Правда же? И действительно, я вижу, со мной многие соглашаются, что дети любят, когда они сами могут выбрать проект. А Светлана Тимошова пишет, веду мне урочку по проектной деятельности. Вот это очень интересно будет обсудить как раз. А вот кто-то, а Ирина Александровна Ковалева из Североморска пишет, кому нравится, а кому нет. Действительно, мы с вами поговорим немножко о том, как создать мотивацию и поддержать, потому что в проекте есть два этапа. Начальный этап, когда мы мотивацию формируем, и обязательно мы должны вернуться к этому этапу для того, чтобы поддержать ее. Сейчас поговорим об этом как раз. Но вот с помощью проектов еще создается ситуация успеха. Вы же сами знаете, как бывает иногда, когда попадется не очень опытный или не очень доброжелательный учитель, выбирает жертву в классе, начинает бедного ребенка шпынять. Каждый недостаток, каждую неудачу ставит ему на вид, надеясь, что сейчас ребенок соберется и справится. А ребенку все хуже и хуже, и он просто на урок потом не хочет ходить. Я, кстати, сам когда-то в роли такого ребенка был на уроках по рисованию. Всю жизнь ненавидел рисование, причем именно из-за того, что у меня учительница такая в школе была, ну просто ужасная. Вот абсолютно отбили всякое желание. Мне теперь проще на компьютере что-то нарисовать и создать, чем своей рукой сделать. Почему? Потому что в классе, конечно, должна быть ситуация успеха. Ребенок должен знать, что у него тоже есть сильные стороны хоть в чем-то. И проект, благодаря распределению ролей, как нельзя, больше этому помогает. Даже слабый ребенок может свой вклад внести. Здесь как раз работают элементы обучения в сотрудничестве. Я покажу, как это делается, когда будем говорить о проведении проектов в классе с разными уровнями учениками. Ну и, конечно, как уже многие отмечали, от проектов есть четкий положительный эффект. Во-первых, расширяется словарный запас учеников. Хотя бы потому, что как бы у нас много не было словарного запаса в учебнике, но все равно для того, чтобы выполнить проект, дети-то говорят о своих индивидуальных интересах и особенностях. Все равно им приходится узнавать какие-то новые слова. Просто не вся группа одну и ту же лексику учит, а тот, кто работает над этой частью. Но у каждого ребенка словарный запас начинает расширяться по его потребностям. И более того, поскольку слова-то употребляются новые в значимом контексте, то дети из контекста их и запоминают лучше. Я выписал для вас несколько примеров темы проекта. Проектов, которые реализуются в разных учебниках. Например, в курсе Enjoy English в начальной школе, что делают дети? В начальной школе в Enjoy English каждый юнит, то есть каждая четверть заканчивается проектной работой. Кроме первой четверти второго класса, потому что дети еще слишком маленькие. Но уже со второй четверти, когда они весь алфавит прошли, дети создают азбуку, устраивают конкурс смешных закладок и загадок. То есть делают закладку и загадку придумывают. Создают здоровое меню школьных завтраков, это, например, в третьем классе. Создают новогодние украшения. Создают поздравить на открытку. Учатся писать письма, планировать путешествия, писать сказку. Создают журнал мод. Создают диплом. В конце четвертого класса я покажу потом пример. В средней и старшей школе это создание сайта школы. А сейчас ученикам это близко интересно, потому что многих есть у большинства свои страницы хотя бы в социальных сетях. Им приходится принимать решение, что на эту страницу разместить, о чем писать и о чем не стоит, наверное. Празднование Нового года, презентация родного города, постановка пьесы, проведение конференции, презентация книги, создание сайта о России, написание статьи, биографии и так далее. Огромный диапазон проектов. Самые разные ситуации. Правда же? Что еще? Задает вопрос Эльвира Субханова. А копировать нельзя, да, ваши примеры? Эльвир, я не знаю, вопрос идет... Если вопрос идет об издательстве, то презентацию вы сможете скачать. Конечно же. Ирина Егоровна Карева пишет. Предлагаю детям тему, они выбирают. Замечательно. Кратковременные проекты даже родители помогают делать. Интересно, не хватает времени. О проблеме мы сейчас поговорим. И так далее. То есть, вот такие вот моменты. Мы делали с детьми виртуальную экскурсию по Ярославлю, пишет Анна Алексеевна. Кстати, уважаемые коллеги, некоторые учителя размещают свои проекты или разработки на сайте English Teacher. Если вам есть чем поделиться, расскажите, пожалуйста, о ваших проектах. Я уверен, что очень многим будет интересно и многие вашим опытом воспользуются. Вот сейчас перед вами на экране пример проектной работы из нового учебника Enjoy English для пятого класса. Учебник, который в федеральном перечне ПАВГОС. Само задание в учебнике содержится, а опора для проектной работы и подробное объяснение в рабочей тетради. Перед вами черно-белая страница из рабочей тетради. Проект называется Welcome to our school website. И идет подробное объяснение прямо по шагам. Посмотрите. Вы сейчас видите курсор. Step 1. Step 2. Step 3. То есть вот у нас шесть этапов выполнения проекта с подробными инструкциями. Конечно, и в других учебниках тоже есть проекты. В курсе Hopinglish.ru тоже немало проектов, например, есть. В начальной школе это скорее игровые ситуации, а в средних и старших классах ситуации все более и более взрослеют вместе с детьми и больше опираются на реальные потребности уже даже в будущей жизни школьников. То есть в начальной школе это ролевые игры, празднования Нового года и Рождества. Затем с 5 класса, начиная, это создание своего сайта, презентация семьи, презентация знаменитых символов культуры, например, зданий известных, частей страны, еще каких-то. Игра-викторина тоже может быть проектом, создание клуба по интересам, презентация родного города, проведение праздника, презентация традиции, создание справочника туриста, например, как в аэропорту ориентируется, это уже 10 класс и так далее. Я уж, пожалуй, не буду все перечислять. Те, кто по этому учебникам работает, и сами знают. А вы перед собой на экране видите целый большой диапазон заданий. Вот та самая вариативность, о которой мы говорили. И вот для вас пример проекта из happyenglish.ru для 7 класса. Проект называется My Summer Adventure. И обратите внимание, сначала дети готовились. Весь юнит они рассказывали о лете, о разных приключениях, учили лексику, использовали в диалогах, постоянно были опоры. А затем посмотреть идет задание. Make a post about your summer adventure. Use the material from the cutout page. You can write about a real adventure, or you can make it up. То есть здесь детям дается фантазия. Этот проект может быть не только информационным, но и творческим. Даются опоры в виде плана. Затем give your poster a name, for example, my summer adventure, my winter catastrophe и так далее. Present your poster to the class. Discuss your presentation. Put your poster on the wall. И после этого идет игра в завершение проекта. Игра называется I Believe You, You're Making It Up. Дети рассказывают о каком-то событии из лета, а остальные должны угадать, реальное оно или придуманное. И обратите внимание, в качестве опоры для выполнения такого проекта используется секция cutout из рабочих тетрадей. Мы с вами посмотрим на примеры. То есть детям дается еще и шаблон оформления, чтобы они сразу сейчас на это время силы не тратили. В курсе Millionaire на дальнем игле тоже много проектных работ. Вот, кстати, сразу прокомментирую. Ульяна Шиятая пишет, я в этом году работаю первый год по Enjoy English 10 класс. Учебник полностью построен на мини-проектах. Действительно, в каждом юните есть мини-проект, который можно выполнить за один урок. Первые два урока, это, как правило, подготовка к этому мини-проекту идет, а потом идет интеграция полученных знаний. Я покажу как раз пример. Открытки более подходят для младших классов и не выше 6 класса уже. Действительно, пишет об этом Лебедева Ирина, совершенно верно. В начальных школах как раз открытки и даются. Вот примеры тем проектов из курса Millionaire in English. В Милле это скорее мини-проекты в рамках одного урока. Crafts, ручная деятельность. Я покажу вам примеры. Плюс викторины, плюс ролевые игры. А потом, когда дети повзрослели, начиная с пятого класса, они в качестве проекта пишут групповое письмо в журнал. Пишут письмо зарубежным сверстникам о своей школе. Это групповая работа, она тоже как проект делается. Создают сайт своей семьи, создают телепередачу, репортаж о животном, постановка пьесы, проект удобного для жизни города, проводят конкурс рассказов, организуют книжную выставку, презентацию страны, организуют проведение различных праздников, пишут энциклопедические статьи, например, Space Encyclopedia, придумывают инопланетян и их описывают. Пишут конституцию класса, и я покажу такой пример. Проводят ролевые игры, проводят день инноваций, разрабатывают правила для поведения в классе и так далее. То есть опять посмотрите, какое разнообразие, правда же? Вот пример как раз проекта из учебника New London English для пятого класса. Проект называется We'd like to know. Дети выбирают, на какое письмо зарубежных сверстников ответить. В одном письме спрашивают про школу, в другом спрашивают про класс вообще, а в другой, как школьный день строится. И дети в группах на основании опор и подробного алгоритма действий, то письмо, которое выбрали, они на него отвечают, выбирают иллюстрации. То есть получается очень неплохой рассказ, который позволяет интегрировать полученные в Юните знания. Причем проект это всегда завершение, вот в этих учебниках перечисленных, это завершение работы над Юнитом. Кроме мини-проектов, которые в середине Юнита могут быть. Какие же типы проектов бывают? Посмотрите, сколько мы разных с вами увидели, правда? И открытки, и книги, и телепередачи, и так далее. Можно ли их вообще как-то классифицировать? Можно, но, как я сказал, типологии бывают самые разные. Например, проект делится по виду взаимодействия. Они могут быть индивидуальные, когда каждый ребенок сам выполняет, могут быть парные и могут быть групповые. Проекты делятся по сроку проведения. Бывают проекты краткосрочные за один-два урока, а бывают долгосрочные. Мы всю четверть делаем, и в конце четверти выдаем на гора результат. Бывают проекты очные, а бывают проекты сетевые, либо дистанционные. В конце презентации я дам ссылку на статью, которую написали несколько учителей об опыте проведения сетевого проекта. Вы ее можете скачать, она есть в архиве журнала «Английский язык в школе», и прочитать об этом. Как раз делали работы по учебнику Enjoy English. Проекты бывают исследовательские. И тогда упор делается на экспериментальные и опытные работы в ходе этого проекта, и используются определенные методы исследования. Проекты бывают творческие, когда мы детям заранее говорим, вот такой планируемый результат. Например, создать презентацию, нарисовать открытку, нарисовать плакат и так далее. А уж как они делают это, дети выбирают сами. Проекты бывают и приключенческие, или игровые. Тогда в них доминирует игровая деятельность, но поскольку у нас только роли прописаны, но дети сами выбирают поворот в сюжет, то там места для творчества много. Здесь уже планируемые результаты не задаются, а мы смотрим, что у детей получается. То есть результат здесь открытый. Его очень трудно запланировать, но как раз хорошо позволяет интегрировать разные виды деятельности. Бывают проекты чисто информационные. Их задача собрать информацию о каком-то объекте, познакомить участников проекта с этой информацией, проанализировать ее, может быть сравнить, обобщить какие-то факты и представить их широкой аудитории. То есть это не творчество. Не в таком широком смысле не придумай что-нибудь, а собери информацию. Это не исследование. Здесь не надо гипотезу выдвигать и проверять ее. Это просто может быть опрос, это может быть реферат, это может быть сбор информации из энциклопедии различных сайтов. И так далее. Вот, кстати, интересная идея, пишет Раиса Шарапова. Работаю по учебнику Enjoy English, довольно детям интересно. Добавляю свои проекты, исходя из предложенных. Вот это очень интересно, как раз можно, когда можно дополнить и расширить идею. Дети объединяются по группам, и внутри группы распределяют роли. И дети могут сами группы создавать, тогда им легче распределить роли, и все вносят вклад свой. Действительно, но есть одна особенность в распределении групп, которая позволяет вовлечь даже слабых учеников. Мы сейчас об этом поговорим. Если говорить о типах проектов, то, что я вам представил, это одна из типологий. Есть еще типологии, например, зарубежные. Вот что советуют британские и американские методисты. Они говорят о том, что бывают Information and Research Projects, то есть они два этих типа объединяют. Бывают Survey Projects, когда просто провели опрос, представили результаты. Бывают Production Projects, когда у нас какой-то результат в конце материальный, нужно его создать. Это творческие. Бывают Performance or Organizational Projects, это пишет Саймон Хейнс. Бывают еще проекты по взаимодействию с Native Speakers. Например, Encounter Projects. Это то, что мы делаем совместно с носителями языка. Бывают Text Projects, когда мы только создаем текст, письмо, пишем что-то еще. А бывают Encounters through Texts. Проекты, которые подразумевают переписку и так далее. То есть это те же самые сетевые проекты. И я в скобках дал имена авторов, которые выделяют такую классификацию. Если мы посмотрим на стандарты, то в зависимости от целей проектов очень легко прописать, какие планируемые результаты стандартов мы достигаем. Я попробовал для вас описать сначала цели проектов, а потом уже табличку по стандартам дал. Итак, какие могут быть цели у проекта? Как мы можем это прописать в рабочей программе, в пояснительной записке, в любой отчетной документации? Во-первых, одна из целей – это интеграция видов речевой деятельности и их практическое использование в знакомых и актуальных для школьников ситуациях. То, что по-английски называется Near Real Life Situations. Еще одна цель – это развитие творческих способностей детей. Развитие мышления – очень важная цель. Развитие информационной и компьютерной компетенции. Информационной, когда мы информацию собираем, компьютерную, если мы компьютеры используем для выполнения проекта. Развитие умений исследовательской деятельности. Развитие умений взаимодействия со сверстниками и взрослыми в учебной деятельности. И взаимодействие – это очень важная цель, одна из задач стандарта, кстати. Развитие умений достигать взаимопонимания и согласия. В любой групповой работе это потребуется. Развитие организационных умений, включая умение планировать свою деятельность. Развитие умений само- и взаимоконтроля. контроля, повышение мотивации учащихся к учебе, развитие умений представить результат своей работы на изучаемом языке. И вот если мы посмотрим на эти цели, на самом деле это то, что нам требуется в жизни, правда же? Нам действительно требуется уметь и организовать свою работу, и исследования провести, и сотворить что-то, учитывая очень творческие люди всегда, и мышление нам требуется развивать, особенно чем старше становимся, тем я по себе замечаю, сложнее становится запоминать какую-то информацию, сопоставлять ее, и умение достигать взаимопонимания и согласия на каждом методе объединения, педсовете, очень как требуется, и так далее. То есть мы детей с помощью проектов как раз и готовим ко взрослой жизни. И вот все вот эти цели проектов очень хорошо ложатся в планируемые результаты в ГОС. Например, результаты личностные, это развитие творческих способностей учащихся, это развитие умения достигать взаимопонимания и согласия в межличностной коммуникации, это повышение мотивации. Мета-предметные результаты их, пожалуй, больше всего. Это развитие умений исследовательской деятельности, умение взаимодействия со сверстниками и взрослым в учебной деятельности, развитие организационных умений, включая умения планировать свою деятельность, развитие умений самой взаимоконтроля, развитие информационной и компьютерной компетенции. И, наконец, собственно, предметные. Это развитие всех видов речевой деятельности, естественно, куда же без этого. Это решение практических задач на изучаемом языке, Это развитие умения представить результаты своей работы на изучаемом языке. Но если мы с вами пойдем по примерной программе, то проекты ведь соответствуют тематике примерных программ, а это тоже планируемые предметные результаты. Правда же? Несколько комментариев. Я каждый год даю такую работу. Придумать проектную работу «Дом своей мечты». В том году я была в шоке. Девочка объяснила свой проект, показала свою работу всем. Я поставила оценку. В чем же проблема? Она нарисовала церковь. Она хочет такой дом. Я спросил у классного руководителя. Оказалось, ее дом обижают, пугают. Она хочет найти уединение, именно построив такой дом. То есть, посмотрите, проекты позволяют нам иногда увидеть проблему у ребенка и, может быть, обратить внимание школьного психолога. У многих детей не развитое умение планировать. Совершенно верно. Поэтому для проекта обязательно нужна опора. Как эта опора делается, я вам сейчас покажу. Что еще у нас есть? Да, действительно, психологически важный аспект, когда дети показывают себя с особой стороны. Преподаю дистанционно детям с ограниченными возможностями. Им тоже очень нравится создавать презентации. Они хорошо владеют компьютером. И это великолепно. Посмотрите. Дети, которые ограничены, они все равно могут себя проявить. А у них как раз возможностей для самовыражения мало. Меньше, чем у детей, у которых возможности стандартные. И поэтому проекты здесь очень полезны. Посмотрите, какая у нас интересная дискуссия. Рисуется, правда? И сколько полезных идей мы уже в ходе вебинара успели за полчаса получить друг от друга. Ну что ж, давайте-ка мы с вами перейдем к практическим моментам организации проектной деятельности. Правда? Когда можно использовать проекты? Большинство учебников и авторов предлагают использовать проекты в конце работы над темой. Для того, чтобы можно было полученные знания вместе собрать еще разок и практически их применить. И вот здесь важный момент. Чаще всего удобно детям в самом начале работы над темой, над юнитом учебника сказать, что в конце у нас будет вот такой проект. Давайте мы на него посмотрим. И потихонечку собираем информацию. То есть обращайте внимание на то, что вам потребуется. Это уже первый шаг к тому, чтобы помочь детям организовать свою работу. Это точно так же, как в начале урока. Мы говорим о том, чем мы на уроке будем заниматься. Правда же? Проекты хорошо использовать в работе с разноуровневыми классами. Потому что каждый ребенок, несмотря на то, какой у него уровень языка, даже самый слабый, может найти себе применение. Слабый у него английский язык, но он может хотя бы что-то нарисовать и подписать по одному слову под этим рисунком по-английски. Уже он себя немножко проявил. Но пока он рисует, у него гораздо четче визуализируется слово, его значение, и он его пытается выразить. То есть он все равно получше запомнит эту лексику. Например, мы поговорим о том, как в разноуровневых классах проекты использовать. В работе с младшими школьниками проекты замечательно работают. Дети в начальной школе очень творческие. Главное их творчество не сдерживать, а направлять в какие-то приемлемые рамки. Правда же? Во внеурочной деятельности проекты работают. Мы на все это с вами посмотрим. Итак, как же организуется проектная работа? Что советуют методисты? Какие этапы существуют? Этапы следующие. Первый этап – это подготовка. То, что по-английски называется lead-in. Это то, когда мы детям говорим, что у нас будет вот такой проект. И затем начинается совместная работа. Дети в группах работают, обсуждают какие-то темы, получают фоновые знания. Это первые несколько уроков юнита, когда просто мы развиваем знания определенной темы. Знакомятся с темой проекта, соотносят ее со своими интересами. То есть, может быть, например, опрос. А вот что вы знаете про это? Как вы относитесь? А что вы хотели бы узнать? А нравится вам это или не нравится? И так далее. Отрабатывается языковой материал обязательно. То есть, потихонечку пробуждается любопытство. И мы побуждаем детей к тому, чтобы они обменивались личным опытом. Если говорим про летние приключения, а кто где был летом? А кто куда хотел бы поехать? А вот как бы вы рассказали, у вас лето было приятным, скучным и так далее. То есть, вот, например, такой обмен. А какое было бы замечательное лето? Как бы вы представляли? То есть, уже отработали. Затем начинается этап планирования. Вот здесь как раз мы распределяем детей потихонечку в группы. Смотрим, как они будут организовываться. Дети сами выбирают для себя темы, которые им интересны. Мы вместе с детьми, как учителя, даем предложение. Подбрасываем детям идеи, потому что не у всех детей легко с формулировкой идей. Выбираем формат работы. Например, что будет в итоге? Будет это плакат? Будет это презентация? Может быть, какая-то группа письмо напишет, если это групповые проекты? Определяем сроки очень четко. И это очень важно, иначе с организацией будут сложности. И затем распределяем роли с помощью общего обсуждения. Вот сразу здесь хочу сказать. Если у вас в классе есть слабые дети или дети, которые не мотивированы, которые говорят, а мне эта тема неинтересна, то мы их можем мотивировать другими способами. Коллективная работа помогает, потому что еще у нас сила коллектива здесь действует. Слабого ребенка можно разместить в такую группу, где остальные дети будут посильнее, но дать ему роль самостоятельно назначить, например, презентовать проект, если это достаточно простая презентация, и остальные дети ему могут помочь в этом. Либо выполнять какие-то другие обязанности, с которыми он справится. Затем начинается выполнение проекта. Здесь очень важно, чтобы у нас уже были готовы всяческие опоры. Это могут быть опоры на картинки, на графики, на таблицы, на тексты дополнительные, на материал учебника. Мы должны быть готовы детям посоветовать, где еще информацию взять. Затем идет сбор информации. Дети ее сами собирают, может быть, с нашей помощью, когда мы говорим, посмотри вот там, но не даем готовый текст, конечно же. Исследовательская деятельность идет. Решение проблем, которые возникают, либо творчество, если это проект творческий. Пишет Екатерина Дроздова. Если учителю интересно, то и дети захотят тоже делать любой проект. Пожалуй, да, учитель хороший, умеет зажечь учеников, но вы знаете, если проект слишком сложный для этого возраста, если он не актуален для жизненного опыта детей, то они потом загорятся и очень быстро погаснут. Тяжело просто будет поддерживать мотивацию, правда же? Вот уже советуют варианты. Например, Ирина Левдю пишет. Презе – это самое современное на данный момент. Меня дети загрозили. Действительно, в Презе интересно создавать онлайновые презентации и так далее. Проект на деятельность технологии критического мышления. Возможно ли интеграция? Спрашивает Елена Клюхина. Абсолютно возможно. 27 сентября у нас будет в САМБИ вебинар по развитию критического мышления. И критическое мышление очень важно для проектов исследовательских и на этапе сбора и отбора информации, даже если это проект творческий, либо просто информационный проект. Продолжаем говорить об организации проектной работы. Вот теперь, как сделать, чтобы проект завершился вовремя? Как сделать, чтобы у детей не пропала мотивация, чтобы они не разбежались? Здесь может помочь как раз такой этап работы, как мониторинг. Здесь может помочь дневник проекта, если это долгосрочный проект, или еженедельный обзор работы, если это, опять же, проект долгосрочный, скажем, пару-тройку недель длится. Мы тогда прописываем дедлайнс и вместе договариваемся. К концу этой недели должно быть сделано вот это, к концу то и вот это, а вот когда у нас должен быть проект. Правда же? Продолжаем с организацией проектной работы. Следующий этап – это создание конечного продукта. Как мы уже говорили, варианты продуктов могут быть самые-самые разные. И плакаты, и стенгазеты, и презентации, и видеоролики, и онлайн-презентация Prezi, как нам уже посоветовали, и листовки, и брошюры, и статьи, и выставки, и проведение праздника, и ролевая игра может быть проектом и так далее. Вот здесь опять же возникает повторная мотивация, потому что когда у детей начинает складываться какой-то продукт, когда они себя уже вкладывают, уже фокус не столько на языке, сколько на использовании полученной информации и умений, то здесь как раз детей важно и подбодрить, и показать им, что у них получается. Вот здесь еще раз стоит посмотреть на то, как в группе распределены обязанности, все ли справятся, никто ли не переоценил свои силы, может быть, перераспределить обязанности, помочь. И техническая поддержка важна, когда учитель может показать, как что-то сделать на компьютере, посоветовать, например, делать презентацию в PowerPoint, или сделать ее еще в чем-то, правда же? И, наконец, презентация результатов. Вот здесь что очень важно, презентация должна быть краткая по времени. У детей одна из проблем, они настолько хотят рассказать все, что могут, даже не очень владея языком, что они затрачивают очень много времени. Здесь важно время ограничивать. Нужно учить детей откликаться на потребности аудитории. То, что интересно самому ребенку, не всегда может быть интересно его одноклассникам. Поэтому мы здесь вместе с детьми, вот как раз критическое мышление, то самое, обсуждаем, как рассказать так, чтобы было интересно друзьям. Мы попутно развиваем у детей умение презентации, я покажу, как в учебниках это делается, и взаимодействие с публикой. И финальный этап, самый важный, это оценивание проекта. Мы можем посмотреть на качество продукта и провести конкурс на самую красивую презентацию или плакат, например. На качество взаимодействия, самая понятная презентация, самая интересная презентация. На качество языка и речи, самый красивый английский, можем проголосовать, у кого был. Качество работы, кто усерднее всего трудился в работе над проектом. Можем оценить приобретенные межкультурные и иные дополнительные знания, то есть составить табличку. До начала проекта я не знал об этом, теперь я об этом знаю. То есть здесь еще и рефлексия идет. И если посмотреть на этапы, то тоже результаты в ГОС у нас очень четко здесь ложатся на каждый этап проектной работы. То есть при подготовке это развитие мотивации, получение знаний из других предметных сфер, получение предметных знаний. На этапе планирования это развитие умений взаимодействия и организации своей деятельности. На этапе выполнения это идет развитие умений исследовательских, творческих способностей и речевых умений, естественно. Мониторинг это развитие умений самоконтроля, потому что мы детям даем дедлайнс, они сами смотрят, сделали ли не сделали. На этапе создания конечного продукта здесь и предметные умения развиваются, и творческие способности. На этапе презентации результатов развития предметных умений и так далее. И оценение проекта – это развитие умения самоконтроля и контроля. Если вам надо в рабочей программе или в описании проекта такие вещи прописать, пожалуйста, возьмите эту табличку, вплоть до УУД можно написать, то есть какие универсальные учебные действия формируются. Здесь это, в общем-то, и несложно. Наталья Кочелаева пишет. Кусочек проекта выполняется во время урока. И в конце урока можно даже у детей, детям внимание обратить, например, что мы сегодня научились делать, теперь вы сможете вот что сделать, что вы научились. То есть в течение всей работы дети приобретают потихонечку умения и знания, а на последнем уроке они их просто вместе сводят, потому что говорить они уже умеют на эту тему, позицию свою они уже сформировали, лексика у них уже есть, у них уже получается. Доделывают дома, пишет Ирина Криво, совершенно верно. Проект вовсе не обязательно делать только очно. Он тем и хорош, что там огромное количество самостоятельной работы, когда дети в свободное время могут что-то почитать, мы только им дедлайнс прописываем и говорим, где что почитать. Могут нарисовать что-то дома и совместно, и индивидуально и так далее. Вот действительно, как пишет Раиса Шарапова, очень удобно действительно детей готовить с самого первого урока прохождения новой темы, правда же? Так, кто-то пишет комментарии, спасибо, уважаемые коллеги, я не буду, пожалуй, вернее, не комментарии, а комплименты, я их не буду зачитывать, но очень приятно. Проект это своеобразное обобщение пройдено, пишет Наталья Марченко, совершенно верно. Это как раз интеграция того, что было. Это хороший итоговый урок, он не зря завершает юнит, как правило. И вот давайте посмотрим, как мы помогаем детям выбирать темы проекта. Ульяна Шиятая писала о том, что в 10 классе мини-проекты в Enjoy English очень много. Вот пример из 11 класса. Посмотрите, мини-проект в данном случае принимает форму Roundtable Discussion, Education in the 21st Century. И посмотрите, самое первое задание, выберите тему, посмотрите, какое большое количество тем. Если дети выберут, у вас класс не очень большой, и группы достаточно крупные для работы над проектом, можно выбрать одну-две темы. То есть по теме на каждую группу. Если мелкие группы или кто-то индивидуально хочет, им тоже, в принципе, тем хватит, с этим работают. То есть после того, как мы тему выбрали самостоятельно, дети по своим интересам, мы не назначаем, вот ты, Маша, отвечаешь за эту тему, а ты, Петя, вот за эту, пожалуйста. Мы даем детям право выбора. Поэтому тем всегда должно быть достаточно. Если у вас класс очень большой, и вдруг в учебнике не хватает, как тот уже из коллег писал, можно на основе этой идеи вполне и добавить что-то. Правда? То есть действительно ставится задача по проекту с самого начала. Это хорошая подготовка к тематическому тесту. Раиса Шарапова поправляет не столько задачи ставить, а настроить детей на конечный результат прохождения любой темы. Действительно, мы всегда можем сказать, открываем последний урок, смотрите, у нас в конце юнита будет вот такой проект. Давайте думать о том, как вам будет интересно, как бы вы это сделали. Правда? Прошу прощения, продолжаем. Пример распределения ролей и как раз подготовки к этому распределению в начальной школе из учебника Милле. Посмотрите, у нас будет мини-проект. И вот здесь дети договариваются, кто что сделает. Они как раз получают лексический материал и речевые образцы, как они сделают. Например, кто-то говорит, I'll play the guitar, I'll do this, I'll do that и так далее. Они future simple изучают и попутно отрабатывают в этой ситуации. И кому что нужно в следующем уроке. Например, I need scissors, paper, pencils и так далее. I'm going to. То есть это на самом простом уровне в начальной школе дети учатся как раз говорить о таких вещах. Правда? Пойдемте дальше. Примеры организации работы в пятом классе. Вот у нас стен газета. Например, дети делают во время этого урока этот проект. Как раз, но вместо того, чтобы говорить скорее о лексике, как сказать, я буду это делать, мы говорим о том, какие роли, кто чем занимается. Мы решаем, кто чем может заняться. И только потом переходим к проектной работе. А работу, собственно, можно и дома прекрасно начать делать, на следующем уроке закончить. Правда? А вот пример организации работы из учебника happyenglish.ru для пятого класса. Посмотрите, работа идет в два урока. То есть после того, как дети сделали контрольную работу, на дом задается подготовка. Есть и такой вариант. Например, prepare for your project, start a hobby club. Подготовьтесь к проекту. Воспользуйтесь страницей раздела cutout в рабочей тетради. Напишите о своем хобби. Объясните, почему ваше хобби интересно. Кто из известных людей имеет такое же хобби. А здесь надо поинтересоваться этими вещами, поискать информацию. Правда? И пригласите одноклассников присоединиться к вашему увлечению. Проиллюстрируйте свой рассказ рисунками, фотографиями или своими собственными изделиями и поделками. То есть дети информацию собирают, представляют о себе. А затем, собственно, проект. И это уже, собственно, клуб. А вот здесь как раз расскажите о своем хобби. Пригласите одноклассников вступить в свой клуб и ответьте на их вопросы. Устройте выставку из презентации своих клубов. Выберите хобби, которое тебя заинтересовало, кроме своего. И подойди к членам этого клуба. Самым интересным будет признан тот проект, чей клуб собрал наибольшее количество участников. Посмотрите. И организация, и выполнение, и оценка. Причем это все делается за счет подготовки дома и, собственно, выполнения на уроке. Такой простой небольшой проект, но тем не менее интересный. Кстати, это то самое, что бывает в университетах в Великобритании и США. Freshman's Week, Freshman's Fair. Когда различные общества университетские представляют свою работу и пытаются как можно больше студентов набрать и заинтересовать. Правда же? И это очень похоже на то, как мы детям, например, предлагаем какую-то внеурочную деятельность, свой факультатив, выбрать или лективный курс. Те же самые умения здесь работают. Вот используются какие опоры. Это та самая cut-out section. Вот, например, опоры для проекта Start a Hobby Club. Мы примерно показываем, где можно фотографию или картинку разместить, сколько примерно написать и так далее. Или, например, описание своего дома, родного города, деревни, поселка и так далее. Не просто дается строчки, где можно вписать, а это описание структурировано. То есть здесь авторы уже позаботились о том, чтобы у детей были идеи по содержанию. То есть то, что мы с вами, в общем-то, на уроках и делаем. Они нам здесь помогли. Правда же? Организация работы и инструкция. Конечно, инструкции должны быть понятны детям самим. Правда же? То есть вот мы видели, как пятый класс в начальной школе посложнее с этим. Я увеличу для вас сейчас презентацию, чтобы было полегче видно. А потом, если у кого-то экран целиком она заняла, я уменьшу. Это пример проекта из учебника Enjoy English для третьего класса. Посмотрите. Ученики лесной школы хотят хорошо учиться. Для этого нужно не только быть внимательным и прилежным в уроках, но и правильно питаться. Посмотрите. Видите, мотивация создается, объясняет детям, почему это важно. Составь и запиши в рабочей тетради меню школьных завтраков для одного из учеников лесной школы. Нарисуй его портрет. То есть здесь идея и творческая, и информационная есть. Правда? Затем предложи двум своим одноклассникам выполнить это задание вместе. Дает сообразец, то есть это работа в микрогруппах. И, наконец, итог. Покажите одноклассникам портрет любимого ученика лесной школы. Расскажите, какие школьные завтраки вы ему предлагаете. Это идет презентация, основанная на материале юнита, когда дети работали с ним уже. И, наконец, выберите с одноклассниками лучший портрет ученика и лучшее меню. Я уменьшу сейчас картинку. То есть вот такая вот работа. Уважаемые коллеги, я вижу у нас небольшой сбой с видеокамерой произошел, по-моему. Да? Очевидно, какую-то кнопку кто-то случайно нажал. Такое иногда бывает. Мы сейчас попробуем поправить. Но я думаю, что поскольку вы меня слышите, если позволите, я сейчас на минуту отойду. Позову нашего технического специалиста, который поможет нам настроить эту камеру. Можно и получится эта работа. Пожалуйста, подождите минуточку. Сейчас попробуем его восстановить. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! То там авторы делают так. Они в поурочных рекомендациях объясняют, что такое проекты, как они предлагают с ними работать. То есть вся система работы дается. А затем в следующих уроках, когда встречаем проект, просто написано «Выполнить проект». И можно посмотреть на то, как авторы советовали с этим работать. Правда? Вот пример мини-проектов на уроке, о которых я говорил. Коллеги, вот такой размер презентации устроит вас? Удобно? Удобно, хорошо. Посмотрите, мини-проект можно сделать и в рамках одного урока. Пример из учебника Милли для третьего класса. Мы говорим о погоде. Сначала спели песню, посмотрели на изображение погодных символов, послушали о том, как говорится прогноз погоды. Затем мы делаем chatterbox. Все нарисовано, как вырезать, как сложить, как раскрасить. Рисуем погодные символы вот здесь. И после этого read and play the game. У нас дается образец, то есть мы используем chatterbox для того, чтобы дети выбирают, какой, например, квадрат открыть. И это для них как прогноз погоды. Они видят символы и объясняют, какая погода где-то существует. Правда же? То есть вот такая вот работа. В рамках одного урока ее вполне можно сделать. Вот мини-проекты на уроках из 10 класса. Мини-проект – это курс Enjoy English. A new robot design. Working groups. Design a new model of a robot. Ask each other the following questions. Why is a robot like this necessary? Where could it be used? When should it be used? Who could benefit from using it? What should it look like? How will it work? И затем даются опоры для того, как презентовать эту идею для класса. Здесь мы говорили о технологии в течение всего Юинта. И дети как раз в рамках урока, уже не дети, уже старшеклассники, конечно, все равно ученики в рамках урока применяют свои знания для такого творческого проекта. Мы обязательно учимся представлять свой родной город, поселок, село и так далее. Вот пример из рабочей тетради к учебнику Enjoy English. Проект Welcome to our town. Когда дети учатся говорить о том, что интересно, куда сводить друзей и так далее. И у нас есть, опять же, все шаги прописаны по выполнению этого проекта. Естественно, родной край мы в любом курсе учимся представлять. Это не только требования стандарта, это еще и требования жизни. Вы же сами знаете, пример, который я часто привожу на своих семинарах. Когда к вам приезжают иностранцы, вы же не рассказываете им о том, что у них, например, в Лукигемском дворце живет королева. Правда? Вы им скорее рассказываете, а вот наш город был тогда-то основан, а вот что у нас интересного и так далее. То есть реальная потребность заключается не в том, чтобы уметь рассказать про Тауэр или про Капитолий, например, в Вашингтоне. Правда? А про то, чтобы уметь представить как раз свой родной город, поселок и прочее. Да и обратите внимание, у нас в начале чата было общение. А какая у вас погода? А сколько у вас времени? А как у вас в школе? А у кого-то кто-то писал окно, а кто-то так далее. Правда же? Вот такие вот вещи. Пойдем-то дальше. Мы, конечно, учимся, достигаем в рамках проектов и метапредметных результатов. Вот мы сейчас с вами видели пример проекта из учебника New Line of English для 9 класса. И вот здесь у нас, в правой стороне листа под фотографией, есть как раз инструкция о том, как сделать, создать эффективную презентацию. Инструкция дается, конечно же, на английском языке, но это метапредметный результат, потому что презентацию надо не только делать уметь по-английски, но и, в принципе, на абсолютном большинстве других предметов тоже. Правда? Проект может быть игрой. Например, вот такой пример проекта игры из учебника New Line of English для 8 класса. Поскольку здесь довольно мелко, это целый разворот учебника, я вам покажу покрупнее задание. Первый этап проекта. И дается задание. То есть тоже посмотрите. Проект разносится по времени, по работе. Идет домашняя подготовка. Keep it secret from your classmates. Include. A paragraph describing your best personal qualities. И дается опора в каком упражнении. Посмотрите еще раз, как мы это делали. A paragraph about your attitude to clothes. Опять дается опора, ссылка на упражнение. A paragraph about your personal experience at parties. Your time management chart. A paragraph starting with the words. It is amazing how much I have changed. И опять дается опора. Add to your poster. Your emblem. Можно ее самому разработать. Mysterious photos about you or your life. Use the chart on the next page. Choose as many categories as you like. И после того, как дети сделали такую презентацию самого себя, идет работа в классе, на уроке уже. In class, take part in the doing-almi quiz. Give your poster to your teacher, so that nobody can see it. Take any other poster and read very carefully about one of your classmates. Try to guess who he or she is. Present the person whose poster you have read. Say your guess about who this is and give your reasons. Listen to other presentations and take part in the discussion about who that person is. Show your poster and answer your classmates' questions. То есть, посмотрите, игра довольно интересная, о себе говорить все любят, правда? И работают вот с этими. Так, что еще у нас нужно? Оксана Федорову пишет, в Millennium 7 лет назад были проекты. Действительно, в New London English каждый юнит заканчивает с проектной работой. Обязательно. Анна Алексеева спрашивает, где взять просто примерную программу для 5-9 классов? Уважаемые коллеги, примерные программы находятся в едином окне, в едином портале образовательных ресурсов. window.edu, еду от слова education.ru. Там можно примерные программы скачать. Так, что еще нужно? Идут советы по сайтам и так далее. Ну что ж, вот Светлана Анисмин-Ткаченко говорит к теме вебинара, пожалуйста. Давайте, коллеги, действительно к теме вебинаров тогда поближе будем держаться, потому что иногда просто не все успеваешь прочитать, что пишут в комментариях, и можно пропустить какой-то вопрос. Посмотрим на еще несколько проектов по нашей терминологии. Вот тот самый практико-ориентированный проект из New London English для 6 класса. Он называется Our Class Constitution. Почему он практико-ориентированный? Здесь очень важный принцип вот какой. Если мы этот проект разработали, мы его обязательно должны применить. Если он просто уйдет в никуда, то у детей мотивация снижается. Если мы вместе с детьми создаем конституцию класса, то мы ее должны и для себя принять, повесить на стенку и по ней жить. Поэтому очень важный момент, как раз который позволяет решать проблемы с дисциплиной. Мы можем обращать внимание детей на те пункты, которые мы же вместе, благодаря общественному согласию в конституцию, включили. Например, не шуметь на уроках, не отвлекать учителя и так далее. И в нужный момент просто это для нас станет палочкой, выручалочкой, когда нужно на уроке порядок навести. Ну и, конечно же, если мы пишем обязанности учителя, а их тоже надо прописывать, то нам их тоже придется соблюдать, как бы иногда не хотелось поступить по-другому. Правда? То есть смысл практики ориентированного проекта именно в его практическом применении. Поэтому, если мы за такой проект беремся, надо обязательно подумать, как его можно implement, то, что по-английски называется. Пойдемте дальше. Информационный проект. Здесь, как я говорил, задача просто собрать информацию и представить ее в другой форме. Вот пример такого проекта из учебника happyenglish.ru для 10 класса. Задание, опять же, домашнее. Prepare for a project. Let's preserve it for future generations. Choose a unique place, animal or plant species, which next generations are unlikely to see. Describe this place, animal or plant and why it is unique. Explain why and how it is endangered. Present your plan for protecting it. What laws, rules and regulations should be introduced? What results do you want to achieve with them? То есть, посмотрите, хотя речь идет о информации, все равно у нас этап творчества обязательно сохраняется. А затем, на следующем уроке, мы представляем наш собственный проект, смотрим на презентации, и затем идет этап оцения. Mark your classmates' presentations according to this point. Сдаются критерии, и, наконец, discuss the presentations and choose the best ones. Роль учителя в проектах. Насколько она важна? Как она помогает нам? В проектной работе, поскольку это как раз learner-centered approach, то, что называется, роль учителя меняется. Учитель уже выступает не в роли инструктора, который говорит, как надо делать и все контролирует, а в роли учителя-помощника. Это важно, потому что, если мы будем ограничивать детей, смысл проекта в том, что это свободное выражение ребенка с учетом тех знаний, которые он получил, и умений. Правда же? Поэтому, если мы будем контролировать каждый шаг, может быть, результат будет более видимый, но он может быть не очень интересен для самих учеников, и просто мотивация быстро пропадет. Учитель-помощник выступает скорее в роли источника информации и идей, подбросить информацию во время дискуссии, сказать, где найти что-то, как мы с вами сегодня вместе делаем. Вот, кстати, Илья Тинкин, я прошу прощения, что безочи, что коллеги вас называю, но просто кто как пишет себя, так и говорят, к Конституции нужны правоохранительные органы, чтобы соблюдали, и уголовный кодекс. Но, знаете, кстати, в Конституции можно прописать не только обязанности, у нас ведь как-то обязанности учеников в уставах школ очень мало прописаны и общими словами, правда? А можно прописать, например, что те, кто нарушают нашу с вами Конституцию в классе, те, например, не будут участвовать в течение ближайшей недели в каких-то играх, которые мы на уроках делаем, а выполняют какие-то упражнения и так далее. Людмила Максимовна Рыбакова пишет, трудно выделить время на проект на уроке. Людмила Максимовна, ну здесь вот как раз то самое решение, когда мы большую часть подготовительной работы позволяем детям сделать самостоятельно, а на уроке только с результатами работаем, правда? Татьяна пишет, сделайте презентацию поменьше. Хорошо, делаю, теперь уже можно, картинок нету. Да, в Татарстане много времени в программе выделено на национальный компонент, и к нему программу сам подбираешь, вот где можно проекты. Вы знаете, проекты можно в рамках регионального компонента, школьного, внеурочной деятельности, а если они на уроке прописаны уже в учебнике, то почему бы не воспользоваться, поскольку авторы как раз время и выделяли и специальные уроки, правда? Где прочитать о том, как учить работать детей в группе в ходе проектной работы? У меня не получается вовлечь всех детей. А мы сейчас как раз поговорим об этом, о проблемах и способах решения, а потом я дам ссылки о том, где прочитать. Если учитель творческого, всегда есть источник знаний помощника. Если учитель сухарь, то и детки не очень стремятся к чему-либо. Вы знаете, я бы так сказал, учитель в любом случае будет источником знаний, даже если он не творческий, хотя бы потому, что он знает больше, чем дети, правда? Другое дело, что есть учитель, который считает, что вот он дал информацию, а дети ее взять обязаны. Но беда в том, что мы считать так можем, но все, что мы можем сделать, это только предоставить возможность учиться, а детей мотивировать постоянно приходится. Вы же знаете, как они быстро отвлекаются, интерес теряют и прочее. Вот здесь как раз проекты нам могут помочь. Итак, учитель-помощник является источником информации и идей. Он помогает организовать демонстрацию результата в проект, то есть выставку, сказать, как ее оформить, когда выступить, дать каждому время для этого. Он помогает оценить работу, не только самооценить, поставить тройки, четверки, пятерки или двойки, например, кому-то, а помогает, чтобы дети сами оценивали себя либо друг друга. А вот теперь давайте поговорим об оценивании проекта, как их можно оценивать. Ну, во-первых, это может быть самооценка на основе self-evaluation card, как нам предлагают авторы курса New Millennium English, или иной опоры, которую может предложить учитель, для того, чтобы ребенок сам посмотрел на свою работу и оценил. Оценка учителя может быть, но тогда важно заранее объявить критерии. Перед, чем дети начали создавать проект, мы им говорим, вот что будет оцениваться, например, красочность, четкость языка и так далее. И вот эти критерии должны быть объявлены очень четко, чтобы ребенок понимал, потому что это требование к конечному результату продукта, фактически. И это может быть оценка конкурса, то есть дети оценивают сами друг друга. Номинации могут быть какие угодно. Как я уже говорил, самый красивый проект, самый информативный проект, самый хороший язык и так далее. Например, автор курса New Millennium English в пятом классе предлагают придумать фантастическое животное. И там каких только номинаций нет. The fluffiest animal, the cutest animal, the scariest animal и так далее. Номинации можно вводить столько, чтобы каждому ребенку было за что дать какой-нибудь диплом или похвалить. Тоже помогает мотивация, та самая ситуация успеха. Но чтобы дети понимали, что только в одной номинации можно победить, потому что конкурс это конкурс, иначе смысла не будет. Алла очень хорошо советует, я назначаю консультантов, а дети подбирают членов группы. Это очень хорошее распределение как раз ролей. И вот чуть повыше пишет Раиса Шарапова, Аня Цветлана Нисимина, пишет Ткаченко, Каждому ребенку ту часть задания и вид участия, который ему по силам, чтобы чувствовал себя успешным. Действительно, это и есть секрет работы в группах разноуровневых. Ирина Лебедева пишет, метод проектов хорошо подходит к новым в ГОС. Действительно, очень хорошо, потому что они как раз позволяют делать. Что делать, если весь класс отказывается создавать проекты? Заставлять, что ли? Нет, заставлять, конечно, не нужно. Это значит, что проекты детям просто по предложенной теме не интересны. Здесь можно привести у детей опрос, узнать, о чем им будет интересно поговорить и просто поменять тему проекта. Либо мы хотим от детей, еще одна проблема, почему дети могут отказываться участвовать, либо мы от детей слишком многого требуем, того, чего они делать не умеют. Если ребенок не владеет компьютером, хорошо, нельзя от него требовать, чтобы он создал какую-нибудь презентацию онлайн. Это может быть тяжело. То есть сначала надо научить. Стана Нисину говорит, оценка друг друга часто выливается в ссору и срыв урока или потерю мотивации. С этим поосторожнее. А вот здесь как раз от учителя задача для того, чтобы этот конкурс прошел гладко, выступать в роли модератора. То есть просто элементарно голосованием. Не объяснять, например, потому что вопросы вкусовые во многом. Самый красивый проект, самый красочный, можно назвать, а не обязательно красивый, уж по яркости дети оценят. Самый стильный и так далее. Просто если дети конфликтные в классе, то просто провести голосование. Например, я подхожу к проекту, показываю, те, кто считают, что он самый красивый, поднимите руки. Подняли, посчитали, то есть простым большинством решили. Правда? План проектной деятельности обсуждается с детьми. Конечно, это одно из решений. И верно пишет Тайгуль о том, что нужно номинации придумать так, чтобы никому не было обидно, чтобы у каждого что-то было. Правда? Дети иногда боятся терминологии. Слово проект не понимают задания. Здесь инструкции нужно как раз давать. Правда же? А потом дети привыкают. И, конечно же, в конце проекта, даже если мы формальную оценку не ставим, опрос детям, дипломы раздали какие-то, необходимо итоговое обсуждение проекта, то есть та самая рефлексия. Что понравилось в этой ходе работы, в ходе работы, что интересным показалось, что неинтересным, и вот как раз помогает на будущее решать, какие проекты давать, какие нет. Чему научились, чтобы дети сами поняли, что им проект дает, чему они в ходе выполнения научились. Что теперь могут делать с помощью английского языка? И, кстати, если родители у вас выступают против проектов, вы их пригласите, когда проект сделан, на выставку результатов этого проекта, устройте выставку в классе. Например, будет родительское собрание, проведите родителей буквально на 5 минут в класс, скажите, посмотрите, вот что ваши дети сделали, какие они у вас молодцы. Каждый родитель любит видеть имя своего ребенка под каким-то рисунком, подписью и так далее. А уж если ребенок домой диплом принесет за то, что он в какой-то номинации победил родители, начинают гордиться. Это может стать решением. Правда же? Сколько длится вебинар, я на работу боюсь опоздать, пишет Мария. Уважаемая Мария, еще минут 15 максимум. В конце вебинара будет ссылка на сертификат. Пойдемте дальше. Вот примеры оценивания проекта. Например, учебник happyenglish.ru для 5 класса. Project My Family. Представьте свой проект одноклассникам, как мы уже знаем, дети дома его разрабатывали. Ответьте на вопросы одноклассников. Обсудите, чей проект получился наиболее интересным последующим показателем. То есть, вот они критерии. Необычная история, новая информация, интересное оформление, интересные фотографии. Правда же? Мы можем с вами этот список дополнить так, как нам удобно. Вот пример такого диплома. Это в конце курса Enjoy English для начальной школы в 4 классе. Как раз самооценка. Дети пишут свое имя, потом отмечают you can, например, talk about yourself, галочку ставят, your family и так далее. Фактически, это лист самооценки. Но как раз дети и понимают, что же они узнали, чему же они научились в ходе работы, в данном случае во всех трех классах начальной школы по английскому языку. пример оценивания проекта в учебнике Meme Learning English для 6 класса. Опять сделаю покрупнее презентацию. В самом конце идет оценивание. Я его сделаю покрупнее. Оно выглядит вот так. Посмотрите. Даются критерии для самооценки. Did you do well in the presentation? Answer the questions. Did everyone take part in the project? Did everyone take part in the presentation? Did you speak loudly? Did you forget any parts when you were presenting in the poster? Was the poster clear? Did you use the poster in your presentation? What should we do better next time? То есть вот как раз та самая рефлексия идет. Пример из учебника Meme Learning English для 9 класса. Можно дать детям вот такие evaluation cards, когда у нас даются критерии и они ставят оценку для каждой группы, хотя бы на уровне плюс-минус. Например, Information was it full and varied? Presentation was it well organized? И так далее. Дети к тому времени уже знают, вот мы говорили о том, как презентацию хорошую составить. И теперь несколько слов о возможных проблемах и решениях. Одна из проблем это затрата времени, то, что вы неоднократно уже отмечали. Решение. Часть проекта выполняется вне урока. Домашняя работа внеурочной деятельности как угодно самостоятельно. И подготовка к проекту ведется с самого начала изучения темы. Посмотрите, многие из вас именно так и советовали. Разно уровни учащиеся в группе. Есть слабые ученики, которые никак не могут себя заставить заняться. Здесь нам помогает, как уже многие из вас писали. Я на самом деле довольно очевидные вещи говорю. Моя заслуга только в том, что я их свел в единый слайд всего лишь. Распределение ролей по силам, приемы обучения в сотрудничестве, когда оценка ставится одна на всю группу, и поэтому сильные дети вынуждены помогать слабым, иначе оценка будет ниже, а слабым тоже приходится стянуться. Коллектив давит и уговаривает. Контекст проекта должен быть интересен для всех учеников, естественно. И плюс у учеников должна быть возможность внести в проект свои идеи и мнения. Вот почему учитель в роли помощника, а не инструктора. И выбрать удобный для них самих, а не для учителя, вид конечного продукта. Мы бы, может, предпочли, чтобы дети плакат нарисовали, а дети скажут, что мы презентацию хотим. Ну пусть делают, мы им попробуем помочь тогда, если они умеют. Шум во время работы. Вот об этом никто как-то, по-моему, не писал, но проблема в том, что дети во время проектной работы в классе могут довольно сильно шуметь. Вот здесь единственный, пожалуй, выход — договориться с учениками об ограничении шума. Не заставлять их сидеть тихо не получится, все равно эта работа надо двигаться, говорить и прочее. Но вот как только шум достигает какого-то уровня, его тут же притушать. Вообще хорошо говорят зарубежные методисты, что во время проектной работы шум — это одно из проявлений творчества. Тут чуть-чуть потерпеть просто приходится. Бывают личные проблемы у учеников. Например, ребенок не уверен в своих силах или просто ребенок асоциален. Он не любит общаться, он групповую работу никак делать не может, он зажимается, сидит в уголке себя. Вот здесь мы можем помочь следующим. Помочь выбрать такую тему проекта и конечный продукт, который будет по силам и интересам, и такую же роль выбрать помочь. Поэтому не всегда можно, не всегда удобно позволять детям самим роли распределять, они иногда неудачных распределяют. Здесь нужно помогать слабым детям и давать возможность индивидуального выполнения проекта, если ребенок асоциален, либо распределять по группам слабых учеников так, чтобы в группе ему было более-менее комфортно работать. Бывает, что дети переключаются на использование родного языка. Вы знаете, мы с вами привыкли к тому, что все у нас должно быть на уроке perfect, что называется, но, к сожалению, без родного языка сложно бывает обойтись. У нас ведь нет ситуации межнационального общения, когда мы не знаем родных языков других одноклассников, мы, как правило, более-менее монолингвально в классе, даже если это национальная республика, все равно у нас есть общий язык общения. Правда? Поэтому, что советуют методисты? Дать возможность обсуждать сложные организационные моменты на родном языке потихонечку, но в дискуссиях и презентациях используют только изучаемый язык. И вам дополнительный совет от меня, если ученик самый слабый, давайте мы его в группе назначаем на роль модератора или контролера. Его задача, мы говорим, you are the supervisor, your task is to make sure that everyone speaks English. Уж, по крайней мере, отличить родной язык от английского он сможет, даже если он сам по-английски не очень хорошо говорит, он проконтролирует в этой ситуации. И проекты во внеурочной деятельности. Вот, кстати, сразу комментарии. Есть ли специальные проекты для детей с ограниченными возможностями? Спрашивает Александр Леконцев. Уважаемый коллег, я не знаю про такие проекты, но у нас в чате одна из коллег писала как раз о том, что она работает дистанционно с детьми с ограниченными возможностями. Я думаю, что вам стоит пообщаться с ней. В нашей школе есть неделя науки, на которой дети представляют долгосрочный проект, над которыми они работают в течение года. Замечательно, это то же самое, что международная идея Science Fair очень интересная вещь. Когда у меня возникают проблемы в оценке каждого ученика в проектных группах, я предлагаю самим ученикам определить КТУ каждого. Действительно, дети сами могут. Проблемы скачивают готовые презентации из инета. А вот здесь, как раз, поскольку дети знают, что презентация готовая, они друг другу знают. Разбиваем на группы, на разные, и ставим оценку, в том числе, за оригинальность. И вы знаете, дети, как правило, легко готовы показать пальцем, что вот эту презентацию не сам кто-то делал. Что еще? Вот Анна Алексеева пишет. Работаю с детьми с ограниченной возможности. Почти все проекты, которые были описаны выше. Действительно. Какие проекты есть для одаренных детей? Вы знаете, те же самые проекты, просто одаренные дети или дети более высокого уровня языка, они как раз могут эти проекты выполнить на более высоком уровне. У них больше творчества, они больше смогут написать, то есть вы просто им позволяете самим определить, на какой конечный результат они замахнутся, что они сделают. Что еще? Одаренные дети обычно хорошо работают над проектами с элементами исследования и так далее. Ну что ж, продолжим. Кто-то спрашивает по презентации, можете ли выслать презентацию на электронный адрес коллеги. Мы презентацию завтра выложим для свободного скачивания на englishteachers.ru. Мы все презентации с вебинаров там выкладываем, поэтому вы сможете скачать. Что еще? Мне прислали личные сообщения, скажите, сертификаты участников предусмотрены? Предусмотрены. Сейчас мы уже движемся к завершению вебинара, и мы дадим ссылку для скачивания. Итак, несколько слов о проектах во внеурочной деятельности. Может быть, вам как раз пригодятся и для детей одаренных исследовательские проекты, и для детей послабее. Я уже говорил об этих проектах, предлагал эту идею в ряде своих презентаций, тем не менее, здесь повторюсь. В начальных школах можно организовать дополнительные для внеурочной деятельности исследовательские общества или научные общества школьников. Практически на каждый юнит можно придумать исследовательскую тему проекта. Например, во втором классе есть такое упражнение у Бибалетовой в Enjoy English в учебнике What is your name? Помните, дети развешивают кувшинчики с именами мальчиков и девочек на разные крючки. Такое очень графическое визуальное упражнение. И вопросы действительно можно дать детям следующее. Какие имена популярны у современных английских школьников? Какие имена используются в английских народных сказках? Популярны ли сейчас эти имена? Популярны ли имена из русских народных сказок в современной России? Организация проекта. Спрашиваем, идет Let in мотивация. Сначала спрашиваем у детей дети, вы любите читать сказки? А какие у вас любимые сказки? А какие английские сказки вы знаете? Хотя бы на русском языке скажите, кто там главные герои? Теперь идет организация. Мы сейчас разовьемся на две группы. Одна из ваших групп будет говорить о русских сказках народных. Другая группа будет говорить об английских народных сказках. Итак, ваше задание. Первое. Группа, которая про русские народные сказки будет говорить дома до конца недели. Прочитайте, пожалуйста, например, там пять любых сказок русских народных на русском языке. Выпишите оттуда все имена. Вторая группа, которая про английские сказки. Пойдете в библиотеку, возьмете на русском языке книгу с английскими народными сказками, прочитаете пять сказок, выпишите оттуда все имена, которые встретите. Расходимся, делаем. Следующее заседание общества. Сравниваем. Посмотрите, вот имена из русских народных сказок пишем на доске. Вот имена из английских народных сказок. А вот смотрите, как эти имена пишутся по-английски. Написали эти имена. А теперь давайте мы с вами сделаем вот что. Та группа, которая русские народные сказки читала. Ваша задача, вы сейчас группкой садитесь отдельно. И вспоминаете всех своих друзей и знакомых. Каждый из вас должен вспомнить по 10 друзей и знакомых и выписать их имена на листочек. Затем сравнивать ваши листочки и собирайте 10 имен, которые встречаются наиболее часто. Та группа, которая английские сказки читала. Вот вам список 10 самых популярных имен в английском языке. Сравните, пожалуйста, какие из этих имен встречались вам в сказках, а какие имена в сказках не встречались. Поставьте галочки. Работа примерно такое же время займет, потому что имена по-английски надо прочитать, а класс второй, им пока тяжеловато читать, ваша помощь потребуется. Итак, те дети, которые русские народные сказки читали, они выписали 10 самых популярных имен сами из своего опыта. Затем мы их тоже просим сравнить со списком из сказок. И у нас получается два списка. Список самых популярных английских имен, список самых популярных русских. А также список сказочных имен, которые сейчас в русском языке используются. Список сказочных имен, которые сейчас используются в современной английской жизни. То есть мы детям примерно говорим о том, что такое статистика, популярность имен, и вот маленькое исследование. А потом мы его представляем. Ход работы и результаты исследования. Вот такие достаточно простые вещи. Информацию для таких исследовательских проектов, она вся есть в поурочных каталогах дополнительной информации на форуме englishteachers.ru. Посмотрите, на каждый класс можно сделать такие проекты, прописать. То же самое, например, учебник Милле. На каждый юнит даются проекты и плюс еще направление развития. Это все берется из ВГОС. Для второго класса посмотреть на каждый юнит, для третьего и так далее. Дополнительная информация, которая может вам пригодиться, если вам нужно почитать об истории метода, о теоретических моментах или посмотреть практические примеры. Это статьи Евгении Семеновны Полот. Например, метод проектов и метод проектов на уроках иностранного языка. Статьи, которые учителя присылали и публиковали в журнале «Английский язык в школе». Например, «Игры в обучении английскому языку» из опыта работ по умк happyenglish.ru для пятых и шестых классов. Статья «Познавательная игра» «It's fun learning English по умк Милле». Статья из опыта проведения сетевого учебного проекта. Там помогал нам учебник Enjoy English. Несколько сайтов, которые посвящены проектной методике англоязычных. Например, projectapproach.org и bie.org. Это про project-based learning. Если вам нужна будет дополнительная информация, с удовольствием с вами ей поделюсь на портале englishteachers.ru. Уважаемые коллеги, посмотрите, сколько идей мы собрали во время нашего вебинара. Сколько интересных рассказов было о сложностях, о том, кто как решает и так далее. По-моему, вебинар получился весьма практически ориентированным. Если у вас есть информация, если вам есть что рассказать, поделитесь, пожалуйста, рассказом о проектах на форуме. Например, в комментариях про вебинар. А сейчас я вам даю ссылку, по которой, сейчас я выделю ее еще раз красным, по которой вы можете скачать сертификат. Попробуйте, пожалуйста, кликните правой кнопкой мыши, скачайте сертификат и напишите, удалось ли вам получиться или не удалось. Ирина Егоровна Карева пишет. Меня беспокоит тот факт, что от нас требует написание рабочих программ по предмету с включенным результатами ПАВГОЗ. Зачем лишняя писанина? Ведь авторы УНК все подробненько приготовили и написали. Проводите вебинары. Зачем учли крузить этой бумажной работой? Уважаемые коллеги, я проводил вебинар. Вы можете посмотреть видеозаписи. Это в прошлом октябре было все видеозаписи на портале EnglishTeachers.ru доступны. Как раз о создании рабочих программ. А вообще-то рабочие программы есть. Курсу Enjoy English вышли программы рабочие для 2, 4 и 5, 9 классов готовые. Вы их можете купить через интернет-магазин на сайте EnglishTeachers.ru. К курсу HappyEnglish.ru вы можете скачать рабочие программы для 2, 4, 5, 9 классов. Авторы разрешили их бесплатно выложить. И рабочую программу по федеральному компоненту для 10-11 классов тоже на форуме. Но если от вас требует на бумаге программу представить, то, конечно, ее может быть проще и купить. Она стоит недорого. Опять же, в интернет-магазине. Кстати, забыл сказать вот о чем. О том, что в новых обучающих компьютерных программах к учебнику HappyEnglish.ru для начальной школы есть материалы для проектных работ. Причем дети делают там и электронную книгу, которую потом можно распечатать. И материалы для проектных работ есть в электронных приложениях ко всем учебникам. И EnjoyEnglish, и HappyEnglish.ru и New Milan English для 10-11 классов. Эти приложения точно так же можно использовать и скачать, то есть приобрести с электронной загрузкой через интернет-магазин, если вам это нужно. Ольга пишет, сертификат не сохраняется. Уважаемая Ольга, если он у вас открылся в отдельном окне, наведите, пожалуйста, мышку вниз, спустите, у вас появится выбор меню. И там будет изображение дискета для того, чтобы сохранить его. Либо просто кликните правой мышкой по ссылке и выберите вариант сохранить как. Так, что еще? Спасибо за вебинар, очень интересно. Ну что ж, уважаемые коллеги. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...